Привет! Ты бы хотел научиться летать как птица, парить в небесах как гордый орел, охотиться, падая камнем с небес, и быть последней тенью, которую увидит твоя жертва. Например, змея, пристально смотрящая вперед и высовывающая язык в надежде учуять запах добычи. Она даже не подозревает, что добычей станет она сама. И вот ее заметил зоркий орел, сидящий на ветке у древа. Он не мог не заметить ее блестящие, переливающиеся на солнце шкуры. У нее длинное тело, и кажется, что пройдет целая вечность, пока она вся проползет. И вот орел взлетает, поднимается вверх и падает вниз на несчастную жертву. Змея не ждала коварного нападения, но решила сражаться за свою жизнь до конца. Она выгнулась дугой. Затем оплела своим телом крылья орла, и он попытался ее смахнуть, сделав несколько взмахов, но змея впилась ему в крыло, раздвинув его перья. Гордой птице это явно не понравилось, и он схватил ее клювом. Начал кусать, но это не помогло. Оставив эту затею, орел отвернулся, а змея продолжила танцевать на его крылье, извиваясь всем своим телом. И была очень похожа на морскую волну. Орел вновь повернулся и начал клевать змею в голову и кусать ее мощным клювом, постепенно заглатывая. Охотник распрямился, расправил крылья и начал ходить на месте, видимо, расправляя тело змеи. Пернатый хищник все больше и больше проглатывает ее целиком. Как вообще он это делает? Неужели змея полностью уместилась в его зобе? Чтобы легче глотать, он вновь машет крыльями и подбрасывает змею вверх. И вот она проглочена уже наполовину. Еще чуть-чуть и от змеи остался лишь маленький хвостик. Орел явно доволен собой. Он наслаждается победой и сытостью. Затем он поднимает голову вверх, чтобы утрамбовать змею. Видимо, она не вошла вся целиком, поэтому у него из клюва торчит маленький хвостик, похожий на червячка. Он так забавно смотрится. На следующих кадрах мы видим, как орел отрыгивает змею, чтобы поделиться ею с орлицей. Он настоящий добытчик и глава семьи. Накормив свою суженую, орел горделиво смотрит вперед и взлетает. Орлица была голодна и сразу приступила к трапезе. Змея – очень сытный обед, длинный и сладкий. Может, насмотревшись на то, как орлы охотятся на змей, люди придумали спагетти? Хорошо, что они не умеют кусаться. Знаешь ли ты, что мировая фауна насчитывает порядка четырех десятков видов этих птиц, выделенных в несколько родов в семействе ястребины? Оказывается, ближайшими родственниками орлов являются орланы, гарпи и конюки. Орлы – это птицы среднего и крупного размера, масса которых достигает 3-5 килограммов. Размах крыльев у них доходит до 2 метров, причем самки на 25-30% крупнее самцов. При взгляде на орла обращает на себя внимание мощный крючковатый клюв, хорошо развитая шея, огромные крылья, которые даже в сложенном состоянии выдаются за линию груди и сравнительно длинные ноги с сильными пальцами и изогнутыми когтями. Все это изобличает в них ловких хищников, добывающих пищу исключительно активной охоты и не побирающихся падалью. Большинство видов орлов окрашены однотонно в коричневый, черный, рыжеватый цвет с отдельными пестринами на крыльях. Некоторые виды орлов, такие как ястребинный, боевой и венциносный, имеют контрастную окраску. Верх и голова темные, низ светлый. Брюшко и крылья у них усеяны крапинками и полосами. Кроме того, африканские хохлатые и гребенчатые орлы имеют на голове украшение в виде пучка длинных перьев. Виды из рода настоящих орлов населяют преимущественно умеренную и субтропическую зоны Евразии. От Шотландии на северо-западе до Казахстана, Монголии и Индии на юго-востоке. Клинохвостый орел обитает в Австралии, на островах Тасмании и Новая Гвинея. Все эти птицы предпочитают селиться в открытых ландшафтах, в степях, полупустынях и горах, граничащих с безлесными равнинами. Хохлатые венциносные и гребенчатые орлы обитают в Африке и отдают предпочтение разреженным лесам и кустарниковым саваннам. Живут орлы оседло, парами, охотятся чаще всего в одиночку. В поисках добычи они часами парят на огромной высоте, а затем стремительно снижаются, вытягивают лапы вперед и хватают жертву, оглушая ее ударом клюва. Сильные крылья позволяют им легко маневрировать у поверхности земли и кромки отвесных скал, поэтому спастись от пернатого хищника потенциальной жертве очень нелегко. Помимо маневренности обращает на себя внимание непомерная сила этих птиц. В отличие от других хищных пернатых, орлы нередко атакуют животных намного тяжелее себя – лисиц, волков, косуль, газелей, антилоп. А уж ловля зайцев, сурков, сусликов, мелких обезьян и птиц для них вообще не представляет сложности. Довольно забавно наблюдать за тем, как орлы охотятся на кроликов и зайцев. Эти юркие животные явно не хотят побывать в когтях пернатых хищников и стараются удрать от орла, что есть мочи. Но скорость пикирующего орла может достигать 320 км в час, поэтому такая схватка обещает быть интересной. Орел решил напасть незаметно, когда заяц ничего не подозревал и мирно щипал травку на лугу, ведь внезапность нападения – залог успешной охоты. Расправив крылья, орел взлетел, готовясь к нападению. Он летит бесшумно, только тень скользит по бурой земле. Ничего не подозревающий заяц насторожился, поднял уши и прижал передние лапки к груди. Он замер в ожидании, видимо, что-то почувствовав, но еще не готов действовать, поскольку не знает, что ему угрожает. А орел уже подлетает к своей жертве. И вот ушастый осознал всю угрожающую ему опасность и поскакал в сторону спасительных деревьев. Орел ускорил полет. У зайца, кажется, нет шансов, но он не сдается, стараясь спастись. Пытается прыгать выше и дальше, сильнее отталкиваясь от земли. Орел, планирует расправив крылья, и тут же бросается вниз в надежде схватить зайчишку, но промахивается. Пушистому комочку каким-то чудом удается увернуться и отскочить в сторону. Охотник взлетает и заходит на новый круг. И вновь атака. Зайчику везет. Видимо, орел что-то не учел или ушастый оказался очень проворным. Немного отдохнув, орел решает действовать наверняка. Он внимательно присматривается, выслеживает добычу, замечает в траве скачущие уши и начинает преследование. Все рассчитав с третьей попытки, орел настигает зверька. Жалко ушастика, но такова жизнь. Орлам тоже нужно что-то кушать. Иногда орлы могут нападать на жертву значительно крупнее себя. Например, на горного козла. Несчастное животное ничего не подозревает и мирно пасется. У него такая милая мордашка и жалостливый взгляд, что сердце кровью обливается, когда представляешь, какая участь его ожидает. А хищник не дремлет и зорко осматривает окрестности. Если он может увидеть зайца на расстоянии до двух километров, то горного козла орел и подавно разглядит. Косули заметили опасность первыми и бросились на утек. Орел взлетел и направился сразу к цели. Козлик до сих пор еще в неведении. Как же коварен план орла. Он складывает крылья и камнем падает вниз. Пикирует и сбрасывает несчастную жертву со скалы. Выжить после такого удара о камни невозможно. В следующей схватке грозная птица явно не рассчитала свои силы и, заметив пасущихся диких коз, решила напасть на одну из них. Видимость была отличная, дул свежий ветерок. Серны, заметив опасность, помчались вниз по горному склону. Орел парил над землей, широко расправив крылья, грациозно позируя нам в ярких солнечных лучах. И вот он начал снижаться, сложив свои крылья, приземлился рядом с козой и посмотрел в ее глаза. Широко расправив крылья, он хотел напугать Серну своим грозным видом, а потом вцепился в ее загривок. Несчастное животное стало метаться из стороны в сторону, пытаясь сбросить когтистую тварь, но орел не отпускал свою жертву. И тогда Серна бросилась вниз со скалы. Упала, перевернулась и придавила орла своим весом. Но отчаянный боец решил сражаться до конца, несмотря на боли и возможные повреждения. Ведь Серна тяжелее орла, и ему явно было не сладко. Поднявший пийский прыжок, оттолкнулась от земли и развернулась вокруг оси прямо в воздухе. Набегающий поток воздуха сбросил орла со спины отчаянной жертвы. Он потерял равновесие и оказался под копытами Серны. Это доконало его, и он, наконец, отпустил несчастное животное. Избежавшее неминуемой гибели. Некоторые орлы являются прирожденными охотниками на лис. Они полны решимости, их смелость не имеет границ. Хитрой плутовке не скрыться от взора властителя небес, ведь она хорошо видна на фоне белого снега. Орел приготовился. Он зорко следит за лисой, отслеживая каждый ее шаг. Она остановилась, и Беркут взлетел, направляясь к своей жертве. Как же красив его сольный полет. Подлетев поближе, он сложил свои крылья и начал спускаться. В этот момент орла заметила лиса и стала удирать от него. Беркут только этого и ждал. Он стал стремительно снижаться, наращивая скорость. Несколько взмахов крыла, и вот он у цели. Лиса повержена и сбита с ног. Она пытается сопротивляться, старается укусить своего обидчика, но у нее ничего не получается. Орел взбирается на нее и хватает когтями. Лиса крутится на месте, извивается, вертится волчком, но не может сбросить с себя грозного хищника. Хотя после непродолжительной борьбы лисе удается освободиться. Также орлы – отличные рыболовы. Они любят парить над гладью морской, широко расправив свои крылья. Как же прекрасен полет орла! Им можно любоваться бесконечно. В нем есть что-то магическое и завораживающее. И вот он опускается ниже, вытягивая свои длинные пальцы с когтями и хватает ими плывущую на поверхности рыбу. Он обеспечил себе сытный ужин и гордо летит в вышине над водопадом. Какая удивительная красота! Теперь я тоже хочу стать орлом, чтобы любоваться такими чудесными видами, прекрасными водопадами и радугой в небесах. Надеюсь, тебе понравилось это видео. Если да, ставь лайк и подписывайся на канал. Ты найдешь здесь много интересного. До свидания! Все, что я прочитаю! До новых встреч! Пока!